Всем привет! Сегодня я хочу снять обзор на Рэдчета. Рэдчет это один из самых главных персонажей фильмов о трансформерах от Майкла Бэя и не только от Майкла Бэя, а в принципе один из главных персонажей этой вселенной. Он лучший друг Айрон Хайда, верный член команды Оптимуса Прайма. Рэдчет, как многим известно, является военным врачом, военным медиком и у него очень добрый, хороший характер, в фильме это заметно, однако он умеет быть и жестоким и грубым и для этого у него есть как минимум бензопила. Я очень долго думал над тем, что лучше китайские копии или оригинал и я все-таки пришел к мнению, что Китай лучше. Конечно круто заполучить оригинальную фигурку, однако не всегда эта вещь, эта фигурка будет лучше качеством, как ни странно. Да, китайцы стали делать значительно лучше в последние года и в принципе я не вижу ничего плохого в том, чтобы покупать копии, к тому же, если они лучше. Например, если сравнивать рэдчета, которого я получил с оригинальным рэдчетом от Hasbro, то по скульпту он абсолютно ничем не отличается, однако он значительно лучше раскрашен. В первую очередь, конечно же, я хочу показать коробку, она меня сразу удивила, приятно удивила. Вот эта коробка, я ее обязательно подсниму отдельно, она заслуживает внимания. Каждый визуальный элемент на этой коробке объемный, очень приятное тактильное ощущение и будто бы она такая карбоновая. Лицевая сторона коробки, боковина, задник, еще одна боковина, крышка обычная, простая, а снизу на дне находится дополнительная информация о производителе, какие-то варнинги, предупреждения, в общем, к сути. Итак, рэдчет в его альт-моде. Как я понимаю, эта машина скорой неотложной помощи, хотя здесь написано Fire Department, однако, мне кажется, в принципе, одно другому не мешает. А сейчас перейдем к более детальному обзору. Я решил снимать в более каноничном формате обзоры, то есть вид как бы от первого лица. Итак, я все-таки решил обратить внимание на коробку, чтобы более детально показать рельеф. Я думаю, отчетливо видно, насколько проработана даже коробка. Все, забудем про коробку, переходим непосредственно к самой модели. Итак, перед вами альт-мод Рэдчета. К слову, я хочу сказать, что снимать так в действительности удобнее. Картинка мне очень нравится. Я его собрал до съемок. Я его собирал лишь один раз. Из непосредственно форму робота в форму машины. Лично мне то, что первое бросается в глаза, это то, что лобовое стекло и боковые стекла выполнены в другом цвете. В оригинальном наборе они как бы прозрачные. Однако, то, что они здесь голубые, меня более чем устраивает. К сожалению, во время сборки я не смог идеально поставить вот эти детали. Здесь виден зазор. Однако, я думаю, что многие знают, что при сборке достаточно сложных трансформеров иногда мелкие детали не совпадают. Но это исключительно из-за криворукости, наверное. Также вот эти детали у меня неплотно стоят, но я думаю, что это не беда. А еще, как мне кажется, сам Рэдчет от китайцев выполнен немного в другом цвете. Мне кажется, что он более темно-зеленого цвета. Корпус отлично детализирован. Вон здесь мы можем видеть всякий обвес, например, вот такие лопатки. Вот это, возможно, крепление для каких-то дополнительных предметов. Мы можем отчетливо видеть все надписи. Они отлично читаются. И самое главное, что они написаны без ошибки. А еще здесь есть даже лючок для заправки. Также с другой стороны тоже находятся дополнительные обвесы. Я точно не могу знать, что это. Наверное, это какая-то кирка. Здесь также есть надписи. Очень детализированная ручка хорошая. Также эмблема, поворотник. Весьма сносное зеркало заднего вида. Переходим к осмотру задней части автомобиля. В первую очередь нужно сказать, что это запасное колесо. Оно здесь выглядит весьма хорошо. Также читаются все надписи. Особо милым кажется вот этот принт. Практически с каждой стороны автомобиля находятся вот такие защиты. Это придает автомобилю больше брутальности, крутости. Сразу можно представить, что эта машина может проехать хоть куда. И, кстати, это Хаммер. Из минусов Альтформы можно заметить, что вот здесь находятся дополнительные детали, которые не могут быть в автомобиле. Также здесь видны детали рук. По-моему, это руки. Здесь видны локти. Но в целом это не беда. Говоря про переднюю часть, здесь мы видим усиление, которое выглядит очень круто. Снизу мы видим лебедку. Также в глаза бросаются дополнительные осветительные элементы. Вот они здесь три. И на крыше еще четыре. Также есть мигалка. Крыша у нас также армированная. Кажется, что на ней очень многое можно увести. Кстати говоря, вот колесо, чуть детальнее. На него можно расположить сверху оружие. Дизайнеры все продумали. И вот сюда можно разместить пилу, которая есть у Ретчета. Его незаменимый инструмент. А также бластер, который крепится вот сюда. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. И, кстати, за ним покажу саму пилу и сам бластер. Итак, это пила. Она, разумеется, крутится. Ведь это пила. Она должна крутиться. Должен сказать, что на капельку отличается от оригинальной версии. В оригинальной версии здесь находится такая, как бы, блямба, заглушка. Но эта версия меня тоже более чем устраивает. Бластер выполнен весьма хорошо. Однако, меня изначально смущала вот эта деталь. Вот эта круглая деталь. Я был уверен, что это ручка. Однако, Ретчет за нее никак не может взяться. И когда я собрал альтернативную модель, вот эту, я понял, зачем нужна вот та круглая деталь с достаточно большим отверстием снизу. Она нужна для того, чтобы расположить ее сверху. Примерно вот так. Конечно, я считаю, что это значительно портит вид автомобиля. Однако, сам факт того, что на автомобиле можно разместить дополнительные детали, я считаю, что это очень хорошо. И это тоже продумано. Пила также крепится к задней части автомобиля. Здесь посередине, снизу, есть определенные пазы. Вот здесь тоже видно какие-то определенные зазубринки. И пила крепится примерно таким образом. Она защелкивается. Пила в целом портит меньше вид автомобиля, нежели чем пушка. Однако, в общем и целом, и она тоже не очень вписывается. Но, тем не менее, сам факт того, что это можно сделать, меня очень радует. Вместе это выглядит все вот так. Но, все-таки, я бы на полке держал этот автомобиль без оружия. В комплекте к джазу был Шайла Бафф. Вот такой он. И я думаю, что они вполне забавно вместе смотрятся. Также это позволяет оценить соотношение, масштабы. Будто бы Шайла Бафф бежит с кубом, чтобы сесть за руль Ретчета и уехать от Мегатрона. Ставь лайк, если хочешь обзор на Мегатрона. Он у меня есть. Ну что, я думаю, теперь можно переходить с уверенностью к трансформации. Трансформация не очень интуитивная, однако, поскольку я уже собирал его из режима робота в режим машины, я думаю, что, в принципе, я догадаюсь, как это можно сделать. Если в какие-то моменты я случайно буду капельку выезжать за кадр, уж не обессудьте, это первый обзор в режиме вида от первого лица. Я надеюсь на ваше понимание. Итак. Ну и да, примерно машина вот таких масштабов. Она примерно размером с руку. Она весьма тяжелая, тяжелее, чем кажется. Меня это радует. Тяжелая, значит, надежная. Так, снизу выглядит вот так. Это голова Ретчета. Это его руки. Это его ноги сложенные. Низ мне не очень нравится, честно. Так, в первую очередь необходимо открыть боковые детали. Вот так. Так, эта деталь складывается, насколько я помню. Вот так она сюда заворачивается. Разбирать всегда намного проще, чем собирать. Ломать, не строить, как говорится. Вот так. Деталь заворачивается. После этого у нас вынимаются вот эти детали. Вот эта деталь всегда выпадывает из своего паза, но это не страшно. Я смотрел некоторые обзоры на оригиналы, и там есть нечто подобное. Вот это, к слову, деталь вполне хорошо здесь сидит. Я очень надеюсь, что у меня получится его собрать. Эта рука, ее пора достать. Ох, кто бы знал, насколько это сложно в весьма неудобной позе заниматься трансформацией речи-то. Далее у нас отгибаются вот эти части крыши. Крыша превращается в некий рюкзак. Так, как бы ее снять. Начнем с этой стороны дальше. Это вот так отстегивается. Вообще, в таком виде машина выглядит, будто бы она попала в жесткое ДТП. И так вот эта часть поворачивается. В целом, можете воспринимать это не как пособие к трансформации, а как к тому, чтобы вы поняли, насколько это сложно. Я мучаюсь ради лайков. Эти элементы надо убрать, отсоединить. Вот так сюда увести их, колеса. И после этого, по идее, эта вся конструкция должна повернуться. Возможно, я пытаюсь поворачивать рано. Трансформер выполнен очень из качественных материалов. В целом, я не боюсь того, что я что-то могу сломать. Вот сюда ставятся щитки. Это как бы бедра ретчета. Спина машины, верх машины превращается в рюкзак ретчета. А вот эти детали остаются на ногах. Спустя безумное количество времени я смог вытащить вот эту деталь из этого паза. Это было очень сложно. Я больше не буду его никогда трансформировать. Итак, вот здесь у нас находятся ноги. Вот это ступни. Мы их вытаскиваем по одной. Вторую. У нас даже уже вырисовывается силуэт гуманоида. Вот эту деталь мы загибаем. Сюда ее ставим. Здесь мы делаем аналогичное действие. Вот так. Опа. Так. В принципе, это чудо-юдо уже может даже стоять на ногах. Снизу ступней находятся поддержки. Так мы их вытаскиваем. Здесь мы делаем аналогичное действие. Опа. Далее нам надо собрать его рюкзак. После этого мы соберем руки. И процесс будет закончен. Я забыл самое главное перевернуть его ноги. Вот так. Вот так. Их надо сложить. Так. Опа. И вот так же. Опа. И поскольку у нас оказался рюкзак спереди, мы все это переворачиваем. Теперь остается верхняя часть ретчета. Вот это просто уходит назад. Так. Итак, ретчет у нас почти готов. Однако, после того, как я сейчас его практически соберу, я обязательно произведу проверку. Уже без камеры. И по итогу я представлю вам финальный его вариант. И скажу, что я исправил. Я практически ничего не менял. Однако, я просто лишь поправил некоторые детали, чтобы они стояли так, как это должно быть. Ну, просто фильм. Реально, как в фильме. Итак, если говорить более подробно про внешний вид ретчета в виде робота, то сразу надо сказать, что у него раскрас намного лучше, чем у оригинальной версии. Например, что мне бросается в глаза, это то, что вот здесь мышцы или амортизаторы покрашены. Они здесь металлического цвета. В то время как у оригинальной модели они пластиковые. Так же, как и лицо. Здесь оно тоже металлическое. В то время как у оригинальной модели лишь только нос золотого цвета. Как я говорил ранее, пила тоже отличается. Но не в худшую сторону. Она просто другая. Темный цвет пластика в данной модели выглядит намного лучше, нежели если сравнивать с оригинальной моделью. Потому что там он такой светло-серый и выглядит нереалистично. Из нескольких спорных моментов стоит отметить, что вот эти световые элементы и стекла, они как бы голубого цвета. В то время как у оригинальной версии они прозрачного цвета. Но в целом мне нравится и такой вариант. Я не считаю, что это минус. Это просто особенность. Мелкие детали здесь проработаны лучше. Например, мы можем видеть амортизаторы, которые покрашены отдельно. Они выделяются, они красивые. В то время как у оригинальной модели они совершенно не такие. Они вообще никак не прокрашены, если мне не изменяет память. Конечно же, модели очень похожи и оригинал, и копия от китайцев. У Рэджета весьма неплохие точки артикуляции. Начну, как ни странно, с рта. У него открывается-закрывается рот. В действительности у многих трансформеров Мастер Пис Муви открывается рот. По-моему, не открывается только у Джаза. Но у него есть тоже функция, связанная с головой. Ему можно надеть как бы щиток на глаза. За щиту. Шевелятся руки. У него, по сути, все шевелится интуитивно. То, что должно шевелиться, все шевелится. Плечи. Как всегда, отпала эта деталь. Зато можно посмотреть повнимательнее, как выглядит вот этот сустав. Здесь это выполнено на трещотках. Все достаточно тугое, но в меру. Руки поворачиваются. Полностью поворачиваются. Шевелится локоть. Он достаточно тугой, но это плюс. Это однозначно плюс. Также у него есть точка артикуляции вот в этом месте. Если бы не пила, она могла повернуться на все 360 градусов. У него очень проработана кисть. Она может вращаться во все направления. У него шевелятся пальцы вот в этих соединениях. Но как бы вот эти три пальца, они шевелятся все вместе. Отдельно шевелятся только большие пальцы. У него вращается голова. У него вращается вот этот шарфик. Вот этот. К слову, вот эта часть, вот этот шарфик, железный шарфик, у него вращается легче, нежели чем голова. И поэтому при повороте он обязательно сместится. Мне кажется, что он должен быть в основном как раз таки в нейтральном положении, ровно посередине вот этот шарфик. Говоря про верхнюю часть, у него есть также дополнительные точки артикуляции, но это не совсем считается тем, что нам хотелось бы видеть. Например, вот здесь у него поворачивается, вот здесь много где на самом деле. Но это лучше вообще в принципе не трогать. Также из основных главных точек вращения, это точка на поясе, которая позволяет ставить его в более живые позы. Она не на трещотках. Переходим к ногам. Ноги в поясе на трещотках. Это очень хорошо, это позволяет ставить его в более уверенные позы. Также на трещотках и колено. Мне очень нравится, как выглядят стопы. Они как будто ноги какого-то крутого меха, хотя это в принципе мех. Однако, они выглядят очень круто. Они имеют вот такой небольшой люфт. Это специально, чтобы ставить его в позы с широкой стойкой. К сожалению, носок вперед не поднимается, однако назад его можно очень хорошо отправить. Но это особенность трансформации. Также здесь есть вот такой дополнительный элемент для устойчивости. Его можно немножко вот так согнуть, для того, чтобы принять некоторые удачные позы. Рэчет имеет вполне стандартные точки артикуляции. Он весьма подвижный. Сейчас я, кстати, вам покажу, насколько у него сгибается колено. Подводя итоги, я хочу сказать, что данный трансформер Ratchet Movie Masterpiece KO является одним из лучших трансформеров, которые сейчас можно купить. Он очень детализированный. Он детализирование, например, Ironhide, который мне очень-очень нравится как персонаж. И фигурка мне тоже нравится. Однако Ratchet, мне кажется, намного реалистичнее. И завершая обзор, я по традиции хотел вам показать своего кота. Но прежде я хочу вас попросить подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Для меня это все очень важно. Итак, это мистер Юша. Самый красивый трансформер. В прошлом обзоре он был самым лучшим Bionicle. Вот такой он хороший. Спасибо за просмотр.